Чтобы выжить, этому малышу необходимо специальное питание Общества Россия. 0 часов 0 1 минута, 18 декабря 2018 года. Мечтаю, чтобы он ел и ему не было больно, чтобы выжить, этому малышу необходимо специальное питание. Гире Прохорову немногим больше года, но страданий на его долю уже выпало больше, чем иному человеку за всю жизнь фото. Русфанд мальчику Гире из Ростова на Дону год и три месяца. У него врожденная аномалия развития кишечника от резия, вызвавшая непроходимость тонкой кишки. Больше года Гире Прохоров провел в больницах Ростова, Краснодара и Москвы, перенес уже шесть операций, ему удалили пораженные участки тонкой кишки. В результате обычную еду организм ребенка пока не усваивает. Чтобы выжить, Гире необходимо специальное питание, которое водит внутривенно. Мама одна ухаживает за больным ребенком. Денег на дорогое питание у нее нет. Первый свой день рождения Гера отметил в Москве, в российской детской клинической больнице, РПК. В его палату пришли дети со всего отделения. Анжела, мама мальчика торжественно внесла торт, украшенный ягодами, выключила свет и зажгла одну свечку. «Дуй, Гера», – сказала она. Гире Прохорову год и три месяца. У него патология кишечника. Московские врачи провели ряд сложных операций. Мальчик будет жить, но после выписки ему нужно особое питание, на которое у матери-одиночки нет денег. Стоимость внутривенного питания на полгода миллион триста шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят рублей. Тринадцать тысяч шестьдесят рублей собрано на благотворительной новогодней ярмарке в Данэкспо Цейонтре, Ростов-на-Дону. Две тысячи шестьсот рублей собрали читатели. Восфенд Ру. Не хватает миллион триста пятьдесят четыре тысячи сто рублей. Друзья, в наших силах помочь одинокой матери спасти своего ребенка. Помочь Гире, а мне нельзя торт, у меня скоро операция на печени, расстроилась подружка Гера, пятилетняя Маргоша. Но так и быть, за здоровье Гера я съем маленький кусочек. Сам именинник ни разу в жизни торт не пробовал. А если он съест маленький кусочек, он умрет? Спросила Маргоша. Нет, но ему будет очень-очень плохо, ответила Анжела. В московской больнице Гера оказался год назад в тяжелейшем состоянии. О том, что у сына серьезные проблемы с кишечником, Анжела узнала на тридцатой неделе беременности, когда делала плановое УЗИ, будущей маме сказали, что у ребенка расширены петли кишечника. Чтобы у этого ребенка было будущее, ему нужно помочь сейчас фото, Русфантадин дробь 4, вы только не волнуйтесь, успокоила ее врач. С такой патологией, как непроходимость кишечника, сейчас даже в Москву ехать не обязательно. В нашей больнице есть хирургическое отделение, там малышам делают такие операции. Сына Анжела решила назвать Георгием в честь Георгия Победоносца. Малыш родился со вздутым животиком. Его сразу увезли, пообещав вернуть маме на кормление. Однако ни вечером, ни утром Анжела своего ребенка не увидела. Только после настоятельных требований ей наконец разрешили на него посмотреть. Малыш лежал, опутанный трубками, кормить его и брать на руки маме запретили. А на следующее утро Герео сделали операцию. Меня никто даже не предупредил, рассказывает Анжела. Я перевернула всю больницу, чтобы найти сына, пока мне не сказали, что он в реанимации. Когда я его увидела, чуть не упала в обморок, вдоль животика свежий шов, а возле пупка отверстие. Уже потом мне объяснили, что это илиостома для выведения переработанной организмом пищи. Следующим этапом было восстановление непрерывности кишечника и закрытие илиостомы. Врачи обещали, что после этой операции Геру отпустят домой. Но у мальчика опять вздулся живот, поднялась температура, появились признаки кишечной непроходимости. Илиостому пришлось выводить снова, а через два дня ребенку провели операцию по ее пластике. Свежие раны малышу обработали едким раствором и сожгли кожу, началось нагноение, было подозрение на сепсис. Врачи, которые обещали быстрый результат, теперь были в растерянности. «Толстый кишечник у вашего сына бесполезная трубочка», — заявила однажды хирург. «Надо ее отрезать, она все равно не работает». Анжела в отчаянии написала письмо в Минздрав с просьбой перевести их в Краснодар. За полтора месяца в больнице Гера стал похож на скелетик. Он едва двигался и почти все время плакал. Анжела растирала ему ручки и ножки, чтобы малыш знал, что мама рядом. «Ты же Георгий, победоносец», — шептала она. «Мы с тобой победим». В Краснодаре мальчику провели биопсию кишечника и сказали, что удалять ничего не надо, подобрали лечение от инфекций, но наладить работу кишечника не смогли. Четыре раза Геру готовили к операции и каждый раз ее откладывали из-за плохих анализов. «Вашего ребенка спасет только чудо», — сказал, наконец, краснодарский хирург. Геру отправили обратно в Ростов-на-Дону. Состояние ребенка ухудшалось с каждым днем. У него были увеличены все внутренние органы, плохо работали почки, замедлилось сердцебиение, мальчик еле дышал. В реанимации у Геры случилось кровоизлияние в мозг. Хирург предложил вскрыть ребенку голову. «Я не спала несколько суток», — вспоминает Анжела. «Когда вдруг отключилась на пару минут, мне приснилось, что я как в сказке, нашла сосуд, а там внутри был золотой человек. Я проснулась от того, что мне пришло на телефон сообщение, знакомая прислала номер московского хирурга из РПК Юлии Аверьяновой. Она-то и оказалась тем золотым человеком, который спас моего сына». Гера с мамой фото, Русфантодин дробь 4, 20 февраля Анжела привезла Геру в Москву. Здесь мальчику сделали еще две операции, удалили спайки кишечника и установили гастростому. Мальчик ожил, начал лепетать на своем языке, пытался перебирать ножками в ходунках, играть с детьми. После всех операций у Геры осталось 65 сантиметров тонкой кишки и удалось сохранить толстую. Доктор говорит, что у мальчика есть все шансы со временем перейти на обычную детскую еду. А пока этого не случилось, необходимы дорогие смеси для внутривенного введения, без них Гера не выживет. В больнице он получает внутривенное питание бесплатно, а после выписки мама должна будет покупать его за свой счет. Для нее это немыслимая сумма. «Гера перевернул мою жизнь», – говорит Анжела. «Я всегда мечтала, что мой ребенок будет великим ученым или выдающимся спортсменом. Но сейчас мечтаю только о том, чтобы он ел, играл и радовался жизни, чтобы ему больше не было больно. Детский хирург РПК Юлия Аверьянова, Москва, у мальчика врожденная от резии, недоразвитие, кишечника. Он перенес несколько операций до того, как попал к нам в клинику для завершающего этапа хирургического лечения. После всех операций длина тонкой кишки у Геры составляет 65 сантиметров, такая короткая кышка пока не способна усваивать необходимый объем питательных веществ. Кишечник будет расти и со временем адаптируется к обычной пище, но пока мальчику жизненно необходимо внутривенное питание. Стоимость внутривенного питания на полгода 1369 760 рублей. 13 060 рублей собрано на благотворительной новогодней ярмарке в Данекспо Циентре, Ростов-на-Дону. 2600 рублей собрали читатели. Росфенд Ру. Не хватает 1 354 100 рублей. Дорогие друзья, если вы решите помочь Герё Прохорову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Помочь Герё для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Росфонда Росфонд, Российский фонд помощи, создан осенью 1996 года как благотворительный журналистский проект. Письма о помощи мы размещаем на сайте. Росфенд Ру. В газетах Коммерсант, интернет-газете Лента. Ру эфире Первого канала, социальных сетях. Фейсбук. Вконтакте и Одноклассники, а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах России. Всего частные лица и компании пожертвовали в Росфонд свыше 12,442 миллиардов рублей. На эти деньги возвращено здоровье более чем 20 тысячам детей. В 2018 году, на 13 декабря, собрано миллиард пятьсот восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль. Помощь получили 2267 детей. В 2017 году Росфонд вошел в реестр НКО исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Росфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь-5». Президент Росфонда Лев Амбиндер лауреат государственной премии РФ. Серьезная поддержка оказана сотням многодетных и приемных семей, взрослым инвалидам, а также детдомам, школам, интернатам и больницам России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Росфонд помог 118 семьям моряков АПЛ Курск, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников Нортоста, 100 семьям пострадавших в Беслане. М.